Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я буду готовить бараньи ребрышки с айвой. Это очень простое блюдо. Я думаю, оно должно получиться вкусным и комплексным. То есть будет сразу и мяско, и гарнир. Лишнее сразу убираю. Все декорации, которые остались после фотографирования, я аккуратненько вот сюда соберу. Вот здесь на ребрышках есть такая жесткая пленочка. И когда я ее снимаю, мяско получается намного вкуснее и нежнее. Поэтому, как всегда, я попробую эту пленочку поддеть и снять. Она намного тоньше, эта пленочка, чем на ребрышках у свинки. Поэтому так снимается тонкая пленка. И что снимется, то и хорошо. Когда пленка с ребер снята, мяско оголяется. И на мяско лучше ложатся все пряности, проникают вкусы маринада, если мяско будет мариноваться. И само готовое блюдо получается намного вкуснее. Пленочка, покрывающая ребрышки, уже снята. Посмотрю здесь и здесь. Чуть-чуть пленочек еще есть. Я их аккуратненько уберу. Пленочек получилось совсем мало. Кися, кушай. Ребрышки я полностью от пленочки освободил. Я еще раз поискал лимфоузлы. Здесь их нет. Если вы не знаете, как найти и убрать лимфоузлы баранине, ссылочка вот здесь вверху. А сейчас я приготовлю пряную смесь, для того, чтобы ребрышки напитались вкусным ароматом. Душистый перчик. Совсем чуть-чуть. Кориандрик. Белый перчик. Розовый перчик. Розовый перец вообще, я думаю, к семейству перцевых никакого отношения не имеет. Но очень ароматный и вкусный. Здесь у меня сушеные помидоры. Очень вкусные. Чесночок. Розмарин. Морская соль крупного пангола. Чтоб понравилось моим друзьям. Если вы не знаете пропорцию мяса и соли, и у вас не получается рукой определить, сколько соли нужно сыпать, возьмите 1% соли к весу мяса. Вот. Пряности. И теперь хорошее оливковое масло. Самое вкусное. Опа. Масло помогает пряностям пройти прямо в серединку мяса, перенести все ароматы, сделать мяско очень вкусным. И немного сушного помидорчика. Ох, как хорошо пошло. Вот так. Немного чесночка. Чеснок я вот так расплющиваю лезвием ножа. Даже не тру. У фольги есть две стороны. Блестящая и матовая. Матовой стороной нужно всегда поворачивать наружу. То есть кладем продукт на блестящую сторону. Опа. И вот так аккуратненько или небрежно выкладываю чесночок. Прячу его во все складочки. С любовью. С любовью. Но обязательно только с любовью. Вот так. Везде, везде. И даже на ту сторону. Соложу. Вот здесь у меня насыпалось листиков из свежего розмарина. Я их тоже буду использовать. Ну, немножко. И пытаюсь это все как-то аккуратно замотать. Бараньи ребрышки я оставлю в разогретую духовку на температуру 180 градусов. Друзья, сразу покажу. Я применил вот такую хитрость. Я положил мясо на решетку. А решетку в противень. Чтобы оно не касалось, то есть мяска не касалось противня. Жирок с него начал потихонечку капать и гореть. Поэтому я сюда нагрел просто воды. Открываем. И смотрим. О! Кое-где хорошо. Мясо уже провело в духовке 4 часа при температуре около 180 градусов. Точнее сказать, не могу. Итак, как я и хотел, сейчас я буду выкладывать сюда айву. Айва у меня самая простая. Поэтому очень вкусная должна быть и ароматная. Еду столько много, что я даже не знаю, куда она будет помещаться. Листик, кто оказался поменьше, будем пытаться ее тихнуть. Ну и немножко сверху. А также сюда я добавлю немножко очень маленькой и вкусной, и ароматной морковочки. И будет как раз настоящий и гарнир, и главное блюдо, центральное. И все будет очень торжественно. И напоследок, а может быть и напоследок, тыковка сладкая и вкусная тыква. Красота! Все это будет готовиться вместе с ароматом ребрышек. И будет шикарно. Друзья, ну а как же без картошки? Ну как без картошки? А вот так, очень просто, без картошки. Потому что это блюдо готовится именно без картошки. Сейчас я это все ставлю в духовку, делаю максимальную температуру. И как только овощи приготовятся, начинаю дегустацию. Так. Ооо, хе-хе-хе. Красиво! Только-только достал из духовки блюдо. Вообще, по моим правилам, ему нужно дать хотя бы минут 3-4-5 постоять, чтобы соки в мяске разошлись. За стенкой, или нет, за дверью, уже все клацают зубами и говорят, мы хотим кушать. Поэтому придется делать дегустацию в нарушении правил. Какая же красота! Какая красота! Мне так нравится. Ммм! А здесь все, все приготовилось. И морковка, и тыковка, и овечка. Так-с, ну попробуем разрезать. Ух ты! А-а-а-а-а! Тепленькая. Так. И вот здесь. Вот. Ммм! О! Ммм-мм-ням-нямки. У-у-у! Да. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Во! Ммм-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м. Хорошая косточка. как красиво настоящий самогон из зерна из овса на солоде как вкусно пахнет я специально взял этот напиток под бараньей ребрышкой потому что мне кажется что овсяный дистиллят будет очень хорошо подчеркивать вкус бараньего ребра с айвой тыквой и морковкой как сделать вкусные зерновые дистиллят и ссылочка вверху благородно фрутиком бы закусить мягкая а морковка да морковку я так хотел чтобы она сохраняла свою текстуру в то же время было как будто бы печеная все понравилось а теперь попробую вот и это есть немножко остыла так она же мягкая а здесь да друзья вот это последняя часть эпопеи из самого старого и жесткого баранчика какой мне попадался за всю историю моей кулинарии он настолько был жесткий я его и мариновал раньше разные кусочки что с ним только не делал и вот эти ребрышки без маринада я поставил духовочку и они оказались такими мягкими за это нужно как же приятно пахнет настоящий зерновой самогон так что же я хочу что же я хочу пиковку а теперь с этой стороны я тебе побольше жирка очень вкусно друзья бараньи ребрышки получились на мой взгляд очень и очень достойно а я очень придирчивый ценитель если вам понравилось мое видео ставьте вот такие огромнейшие огромнейшие лайки подписывайтесь на мой канал и помните кухня это самое спокойное место